Знакомьтесь, Арнольд. На часах уже полдень, и он спит, как младенец. Арнольд, так можно всю жизнь проспать. Пора вставать. Люди проводят в среднем одну треть своей жизни во сне. Сон необходим для восстановления организма. Именно благодаря ему из мозга удаляются токсичные вещества, накопившиеся в течение дня. И чтобы не тратить это время зря, стример Asian Andy спал в онлайне и за одну ночь заработал на донатах 16 тысяч долларов. Кажется, кто-то ломится к тебе в дом. Арнольд, кто это? Они не похожи на твоих друзей. Поздравляю, у тебя снова неприятности. Типичный Арнольд. Способен накосячить даже во сне. Что это за странное место? Похоже, на общежитие не самого лучшего университета. Похоже, что ты можешь стать звездой нового реалити-шоу. Но это слишком хороший вариант для такого неудачника, как ты. Откуда у них оказались досье на вас всех? Даже мне уже становится страшно. Упс, видимо, ты сюда попал по ошибке. Что же они хотят от тебя? О-оу, мне это все не нравится. Арнольд, неужели тебе не удалось заснуть? Сутки без сна приводят к головным болям. В ушах появится шум и нарушается память. Тебе нужно поспать. Считается, что в среднем человек может выдержать не более пяти дней без сна. Дальше начинается настоящее испытание. Появляются зрительные и слуховые гаджицы. Первый мировой рекорд, который установил 17-летний Рэнди Гартнер. Он не спал 11 дней. Но потом его побил Роберт Макдональд, не спавший 19 дней. Но представители Книги рекордов Гиннесса не засчитали его. А признали подобные эксперименты очень опасными для здоровья. Ты единственный, кто остался. Мне это все напоминает одну легенду о советских ученых. Они поместили пять людей на 15 дней в одно помещение со стимулирующим газом, который не давал им заснуть. Ты свободен! Представляю, как тебе хочется домой и хорошенько выспаться. Не хочешь идти на работу? Тогда предлагаю поработать лежа в кровати. Когда в НАСА изучали воздействие невесомости на человека, они заплатили 18 тысяч долларов добровольцу, который пролежал 70 дней. Только не вздумай вставать. Я заплатил снайперу, который ликвидирует тебя при первой попытке. Есть и пить будешь лежа. Увидимся позже. Парни, ты выспался? Как дела? Что-то не очень. Видно, что появился лишний вес. Вся энергия, полученная из пищи, никуда не расходуется. Но вот пролежние – это плохо. Из-за сильного давления кровь перестает поступать к участкам кожи. Держись, старина. Хорошие новости, Арнольд. Ты близок к рекорду, поставленному советскими учеными. 370 дней в кровати. Выглядишь неважно. Каждый день ты терял 5% мышечной массы. Плюс ко всему пострадали и твои кости. Из-за малоподвижности костная ткань не наращивается, а старая быстро разрушается. И как ни парадоксально это звучит, но заснуть лёжа становится невозможно. Без смены деятельности мозг не понимает, какое время суток сейчас и нужно ли спать. Но в этом есть и свои плюсы. Ты сможешь пересмотреть все любимые сериалы. Оставляю тебя тут. Приятного просмотра. О боже, Арнольд! Что же ты сделал с собой? Я же не серьёзно по поводу снайпера. Вредно так много лежать. Вставай! Упс, недоразумение вышло. Арнольд, только не пугайся, но ты похоронен заживо. Прям как Родриго Кортес. Да не ори ты. Крик усиливает панику. Сердцебиение – соответственное количество используемого воздуха. А кислорода в гробу у тебя максимум на два часа. Арнольд, телефон! Ты всего лишь на два метра в глубину. Ура! Есть одна полоска сети. Звони близким, они спасут тебя. Но это не точно. Ведь для них ты умер. И они скорее примут твой звонок за чей-то глупый розыгрыш. Попробуй зайти в интернет. Твою публикацию точно увидят. Ну, только после того, как лайкнут кота в смешном костюмчике, новый пост Орианны Гранде и картошку забавной формы. Придумал! Посты с геометкой привлекают на 79% больше активности. А пост о том, что здесь найдена нефть, 100% привлечет Дональда Трампа. В критических ситуациях у человека просыпается животный инстинкт. Но я рассчитывал, что он проснется у тебя. Арнольд, при недостатке кислорода люди часто видят галлюцинации. Может, загуглим, что делать? Не забивай гвоздь на своей жизни, будто это крышка гроба. Выйди из зоны комфорта. Никак. О, убить Билла-2. Делай как у Матурман. Тебе нужно проделать дырку в крышке. Будь сильный духом. Собери всю свою злость, как Наруто. И сильно ударился. Тебе по-любому нужно пробить крышку. Посмотри, что у тебя есть в карманах. Фу, Арнольд, что это? Да я тебя умоляю, они тебе даже вне гроба не понадобятся. О, подойдет. Рвись, бей, будто ты убегаешь от фашистов или от ноющих песен Билли Айлиш. О, у тебя вышло. А теперь ты должен утрамбовать всю землю в гроб, чтобы расчистить себе путь. Ты должен поднять рубашку так, чтобы ее можно было завязать над головой. Это для того, чтобы ты не задохнулся из-за земли, которая будет сыпаться тебе на голову. Арнольд! 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 Очнись! Опять галлюцинации. Проще всего человеку будет выбраться из глубины, которая равна или меньше ее роста. Но поскольку у нас два метра, ты должен пытаться ползти наверх, как червяк. Арнольд, осталось совсем немного. Давай быстрее, Арнольд, пока кебаб не остыл. Только не забывай улыбаться, и, возможно, тебе перепадут чаевые. Какие интересные ребята тут живут. Наверное, они... Часовщики. Я уверен, чаевые у тебя. Что это? Арнольд, что-то мне подсказывает, что ты серьезно влип. Я был прав, Арнольд. Дело дрянь. Те ребята оказались не часовщиками, а террористами. И поскольку ты кормил террористов, ты тоже террорист. Поэтому тебя отправили в место, откуда еще никто не сбегал. Тюрьма в Гуантанаме. Самая жестокая и охраняемая тюрьма в мире. Отсюда никто не сбегал. Даже не пытался. Потому что это невозможно. А если кто-то и осмелится на побег, то ему придется пройти через металлические двери толщиной 20 сантиметров, коридоры с камерами наблюдения, бойцовских собак, пятиметровые заборы под напряжением, спираль Бруно и дюжину охранников в каждом секторе. Сейчас в тюрьме находится 40 самых опасных преступников в мире. И ты пополнил их список. Поздравляю. Но несмотря на это, пообщаться с ними не получится. Ведь все заключенные находятся в строго одиночных камерах 24 часа в сутки. Кстати, о времени. Время обедать. Посмотрим, что у них есть в меню. Так-так-так, тут есть только особое тюремное блюдо. Ньютролов. Его изготавливают из остатков пищи. Без малейшего намека на соль и специи. Господи, меня сейчас вырвет. Не представляю, как ты будешь этим питаться. Ты не будешь это есть? То есть ты решил устроить голодовку в знак протеста? О, зато ты из хлеба слепил куклу, чтобы не скучать. Молодец, Арнель. Но по поводу еды ты, наверное, погорячился. Я совершенно забыл тебе сказать, что Гуантанамо не то место, где считаются с правами человека. Поэтому, если кто-то объявляет голодовку, его кормят насильно при помощи трубки, которую суют в нос. Ладно, не всегда этот план работает. Но не думай, что это конец. Также в Гуантанамо практикуются пытки водой, холодом, музыкой и электричеством. А также вишенка на торте – депривация сна. После всего нескольких дней таких пыток у тебя ослабляются функции мозга и мышц, замедляется мышление, а волю можно теперь легко сломить. Через неделю из-за недостатка сна у тебя начнутся галлюцинации, вследствие чего? Арнольд! 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 Ты меня слышишь? Эх, похоже, у тебя совсем поехала крыша. А это что такое? Ого! Твой хлебный дружок пришел к тебе на помощь? Арнольд, ты свободен! Только откуда у ожившего хлебного человечка лазер? Сейчас я остановлю твое сердце на одну наносекунду. Успокойся, тряпка. Это ради науки. Сердце – это насос, который заставляет кровь двигаться по всему телу со скоростью 40 километров в час. Путь, по которому проходит кровь, составляет 100 тысяч километров. И если все эти сосуды сложить в одну линию, то ею можно два раза обмотать земной шар. Три, два, один, стоп! Намочил трусишки! На сокращение сердца уходит 0,4 секунды. И столько же на отдых. Если сложить все паузы за одну среднюю жизнь человека, то окажется, что сердце отдыхает больше 20 лет. Поэтому остановку на одну наносекунду никто даже не заметит. Но я уже придумал, как все исправить. Присмотрись. Сердце напоминает двухэтажный дом. Наверху две комнаты, называющиеся предсердиями. Правая и левая. А внизу – желудочки. В обычном режиме кровь из предсердия выталкивается в желудочек с таким давлением, что выпущенная струя может пролететь более 9 метров. Дальше желудочек выталкивает кровь в легкие или аорту, и жизнь продолжается. Но если желудочек остановить хотя бы на 0,7 секунды, когда все остальные части сердца работают – бах! Двойная порция крови, и он разрывается в клочья. Не напрягайся так сильно. Боюсь, чтобы твоя последняя извилина не лопнула. Ты проходишь IQ-тест. Ты обиделся и хочешь доказать, что твой интеллект намного выше. Вот зачем ты себя обманываешь? Хотя у меня есть идея. Мозг работает лучше, когда получает много питательных веществ. Этого можно добиться за счет быстрой циркуляции крови. Укол адреналина участит сердцебиение до 220 ударов в минуту. А сороковая чашка кофе обеспечит все 350. Давай проверим, достаточно ли мы напитали твой мозг. Да. А что, если мы заставим твое сердце сокращаться со скоростью 300 тысяч раз в секунду? Кровь будет бежать по венам в 20 раз быстрее скорости звука. Конечно же, все вены и сосуды лопнут. А сердце и двух сокращений не сделает. Поэтому добавим апгрейд. Сердце заменим на мотор, а кровь сделаем более вязкой. Вот это другое дело. В таком режиме ты супермен. Все процессы в организме ускоряются в тысячи раз. Это будет самое продуктивное время в твоей жизни. С таким мозгом ты сможешь создать компанию успешнее, чем Google. Или доработать теорию гравитации Эйнштейна. И продвинуть человечество на 100 лет вперед. Но из-за ускоренного обмена веществ все это время ты просидишь в туалете. Не переживай, недолго. Твое тело выдержит максимум часа два таких нагрузок. Потом — бам! Кажется, все очень плохо. Тебе нужна срочная госпитализация. До ближайшей больницы ты не дотянешь. Сердце может остановиться. Тебе нужно срочное переливание крови для поддержания давления в кровеносной системе. Во Вьетнаме во время боевых действий раненым ставили кокосовые капельницы. Кокосовая вода больше всего схожа с плазмой человеческой крови. Так что у нас есть? Кола? Окей, работаем! Но сначала нужно выпустить все газы. Если газ, содержащийся в напитке, попадет в кровеносные сосуды, это буквально разорвет тебя изнутри. В составе колы есть сахар, глюкоза. А это источник быстрой энергии, что позволяет взбодриться. Кажется, сработало. Кола в твоем организме прижилась. В твоем кишечнике теперь так же чисто, как после обработки колой ржавчины. Твой внешний вид немного изменился. Волосы поменяли цвет. Но зато ты станешь самым желанным гостем на любом детском празднике. С таким количеством кофеина, который есть в составе колы, спать можно раз в три дня. Соответственно, можно успеть куда больше, чем обычный человек. Ведь даже профессиональные спортсмены употребляют колу для быстрой дозы энергии. А пополнить ее всегда можно в любом ближайшем супермаркете. Стой, камикадзе! Всего лишь одна конфета Ментоса сможет превратить тебя в баллистическое оружие земля-воздух. Не переживай, это все равно не испортит тебе день. Кола способствует даже победить небольшую депрессию. Но, если честно, Арнольд, кола в крови – это смертельно опасно. Больше всего страдают глаза, почки, нервы и сердце. Да, похоже, кола – это не вариант. Мы закуем тебя в наручники, а гроб будет металлическим. Готов? Полезай! За прошлое погребение Арни научился главному правилу. Дышать стоит спокойно и глубоко, чтобы беречь кислород. Хватит отдыхать! Нужно избавиться от наручников. Достаточно сломать себе по одному пальцу на каждой руке, чтобы кисть вылезла из кольца. Не хны, Арни! У тебя останется еще по два пальца. Используй ремень или часы и попробуй пробить трещину в крышке. Металлический гроб имеет слабые места по контуру. Да ладно, я прикалываюсь, Арни. Тебе не сломать металл. Над тобой два метра земли, которая давит весом почти в две с половиной тонны. Так что третье погребение станет последним. Арни! Арни! Арни, где ты? Ах, ты ж маленький засранец! Да ты Гудини, Арнольд! Он также пробирался в секретное отделение, а потом через люк в полуметре от земли выползал наружу. Вот только где люк, Арни? Сюрприз! Ты же не думал, что я позволю тебе так просто выбраться? Плыви наверх, Арни, пока бетон не застыл. Это моя любимая рыбка Тоби. Сегодня я поменяю их сознание местами. Все готовы, Тоби. Ты готов? Начали! Посмотрим, как все прошло. Арнольд, если это ты, булькни три раза. Помаши плавником. Покрутись вокруг себя. Сделай сальто назад. Да, теперь я понял, это точно ты. Тоби, плохой мальчик, плохой. Поставь аквариум на... Упс. Арнольд, задержи дыхание. Ты умрешь, как только затянешь с жабрами желудочный сок. У нас есть семь секунд, чтобы откачать всю кислоту из желудка, пока ты движешься по пищеводу. Ты что, отключился? Прям как настоящее пиранье. С талей они за 10 минут могут распотрошить целую корову. А оставь пиранью одну. Она от малейшего шороха в обморок падает. Рыбе нужно много пресной воды, поэтому забьем ею все 4 литра желудка. На, подкрепись. Любимое лакомство Тоби. Только с зубами аккуратнее. Укус пираньи сильнее, чем у любого другого существа на Земле, включая динозавров. Не хватало, чтобы ты еще желудок продырявил. У меня есть план. Тоби, открой рот и попытайся вытолкать Арнольда наружу. Арнольд, а ты плыви к выходу. Давайте, ребята, синхронно. Арнольд, ты, кажется, выходы перепутал. Выключай свой Google Maps и ползи. Тоби, тушься. В сухую тебе не пробраться. Вы не видели, куда я положил свою пятилитровую клизму? Вот она. Так-то лучше. Плыть тебе недолго. Метра четыре. Господи, что ты только не пихал в свой рот? Я тамагочи еще с девяностых не видел. Вода уже почти закончилась. Греби на свет. Что случилось? Ну вот, тебя что, уволили из Макдональдса? Не расстраивайся. Каждый человек в чем-то талантлив. Например, слышал о парне из Китая, который попал в Книгу рекордов Гиннесса, потому что не моргал 57 минут. Эй, ты куда пропал? Арнольд, Арнольд, что ты побил этот рекорд? Как тебе удалось? Ты намазал веки суперклеем? О боже, это же очень опасно. Моргание необходимо, чтобы смазывать твои глаза влагой. Наши слезные железы содержат антитела, лизоцимы и электролиты. Без них глаза станут беззащитными. Так что, боюсь, ты не сможешь долго восхищаться своей грамотой. Мельчайшие частицы в воздухе начнут оседать на глаза и царапать их. К тому же, чем дольше не моргать, тем сильнее хочется это сделать. Арнольд, есть один секрет. У моргания есть еще одна функция. Оно разделяет полученную тобой информацию и обновляет твое внимание. Это значит, что чем интереснее дело, тем меньше хочется моргать. Попробуй отвлечься на что-нибудь успокаивающее. Да, думаю, старое доброе черно-белое кино подойдет. Существует три вида слез. Рефлекторные, эмоциональные и базальные. Из-за того, что твои глаза высохли, слезные железы пытаются восполнить недостаток влаги. Но фильм тоже неплох. О нет, кто же знал, что режиссер поставит тут ядерный взрыв? Арнольд, как ты себя чувствуешь? Яркий свет причиняет тебе боль. Зрение садится. Это признаки конъюнктивита. Это нужно лечить. Само оно не пройдет. Будь осторожен, читая инструкции к лекарствам, Арнольд. При зрении плюс пять читать очень трудно. А вот при близорукости в минус пять у тебя возникнут проблемы с рассматриванием объектов вдали. Дамы, перестаньте. Он ничего не видел. Арнольд, Арнольд, очнись. Похоже, тебя побила охрана аптеки, и ты потерял все свои вещи. Я бы не задерживался надолго в такой антисанитарии. У тебя нет сил идти. Похоже на симптомы аденовирусного конъюнктивита. Так бывает, когда на сетчатке появляются разрывы, и сквозь них проникает вирус. Арнольд, вставай. У тебя начнутся гнойники и отслоение сетчатки. Ты можешь навсегда ослепнуть. Видишь эти ореолы света вокруг? Слава богу. Похоже, кто-то вызвал врачей. Что опять не так, Арнольд? Это не призраки, это врачи. Стой. Ты не можешь спрятаться в этом кукурузном поле. Ведь оно нарисовано. Остановись! Черт. Решил сделать добрый поступок? Это все было только ради пончиков? Ах, ты засранец. Ну ничего, сегодня у тебя будет возможность совершить реально доброе дело. Вся планета заражена диареей-вирусом из Китая. Но я сделал твою кровь единственной существующей вакциной. В мире 7 миллиардов человек, и все охотятся за тобой. 195 государств разместило твое фото во всех средствах массовой информации. В базах полиции и не только. Тобой займутся лучшие спецподразделения мира. Как ты думаешь, тебе удастся скрыться? Ты в каждом мобильном в соцсетях. Кажется, ты стал популярнее, чем Грета Тунберг. Уверен, она завидует тебе сейчас. Ведь ты можешь реально помочь человечеству. Просто отдай им свою кровь. Всю. До последней капли. За тобой уже отправили элитный спецназ всех стран. Большой брат следит за тобой. Только в Нью-Йорке около 20 тысяч камер видеонаблюдения. Они делают фото, сверяют дистанцию между главными точками на лице. Нос, глаза, рот. Данные конвертируются в нумерический код человека, отпечаток лица и сверяются с базой. Кроме того, в Даркнете любой может купить базы изображений с видеокамер кафе, больниц, торговых центров, даже рядом со зданием ФБР. А значит, узнать, где ты был еще пять минут назад. Лови. Чтобы спрятать лицо от камер, используй очки со встроенными инфракрасными светодиодами. Для камер твое лицо будет выглядеть, как светящееся слепое пятно. Погоди радоваться, ты забыл к ним батарею. Этого мало. Тебе нужна маскировка. Не нужно было жрать столько пончиков. Они спровоцировали излишнее скопление газов. Дай волю ветрам. Выглядишь отлично. Но поисковые собаки найдут тебя по запаху масляной кислоты, по худшему компоненту твоего пота. Не поможет. Достаточно одного грамма пота, чтобы собака учуяла тебя на крыше вон того десятиэтажного здания или на глубине 15 футов под бетоном. Только в США почти 7 миллионов беспилотников. Хватит махать руками. Возьми специальное оружие против дронов. Эта пушка стреляет широким потоком электромагнитного излучения, так что тебе не обязательно прицеливаться. Достаточно, чтобы поток помех накрыл дрон. И тогда он утратит связь с базой и потеряет управление. Что ты натворил? Затеряйся в толпе, придурок! Целуй, что делать? Не торопись подписывать контракт. Головой ты заработаешь только тогда, когда будешь сдавать ее как большое пустое помещение. Что думаешь об этом, Арнольд? Пространство в твоей пустой голове такое большое, что там поместится мой старый мотоцикл. Арнольд, для роли тебе надо набрать втрое больше веса, чем сейчас. Актеры, чтобы максимально вжиться в роль, за короткий период набирают или сбрасывают вес. Кристиан Бейл с 2008 по 2013 год 9 раз худел и набирал до 30 килограмм. Чтобы быстро поправиться, возьми тарелку побольше. Тогда визуально большие порции будут восприниматься меньше. Добавь перекусы с сухофруктами, орешками и бутербродами с арахисовой пастой. И не забывай о десертах. Арнольд, поправляться — это твой скрытый талант. Что ж, скоро ты сыграешь главную роль. Хм, так вот зачем им был нужен актер с огромным весом. Мне жаль, Арнольд, но все твои старания были напрасны. И твоего гонорара не хватит оплатить дорогу домой. Ты решил дойти на своих двух? Арнольд, ты в порядке? Из-за лишнего веса кости оказались под огромной нагрузкой. Нужен твой индекс массы тела. С ростом в 152 сантиметра и весом 93 килограмма он больше на 40 пунктов. А это ожирение третьей степени. Тебе срочно нужна помощь. Звони по этому номеру. Мои друзья отвезут тебя в специальное место. Тут за несколько минут выкачают из тебя весь лишний вес. Ммм, выглядишь потрясающе. А, нет. Обвисшая кожа будет еще долго напоминать о твоем глупом поступке. А насчет твоего откачанного жира. На черном рынке некоторые косметические компании готовы отдать 15 тысяч долларов за килограмм твоего жира. Поэтому, Арни, возвращайся домой. Какого хрена? Что с внешним видом? Нас же дети смотрят. Теперь нельзя просто взять и изменить свой стиль. Ты все портишь, мать тво... Ладно, ты знаешь, что в среднем ты произносишь 7 тысяч слов в день. После года молчания ты... Вот дерьмо, Арнольд. Я все для тебя делаю, и ты должен меня слушать. Арнольд, ты с ума сошел? Эта стереосистема издает звук громкостью свыше 150 децибел. Она разорвет твои барабанные перефонки. И даже такой болван, как ты, должен понимать, что включать такое не стоит. Так, все. Арни, я забираю у тебя не только стереосистему, но и телефон, ноут, иксбокс и все твои игрушки. Противиться думал. Ты серьезно? Получай, дерьмо мелкое. Не смей, не смей включать стереосистему иначе. Какого черта? Арнольд, если ты еще раз такое учудишь, я посмотрю, что будет, если тебя распилят заживо на тысячу частей. Вот так. А теперь приведи себя в порядок. После года молчания звук твоего голоса кардинально изменится. Мозг настраивает наш голос, полагаясь на слух, а за год уши забудут, как ты звучал. И да, говорить после длительной молчанки будет больно. Без тренировок голосовые связки ослабли, а твои легкие быстро истощаются из-за нехватки воздуха. Выглядишь странно. С тобой все хорошо. Хм, ты как-то изменился. Помни, ты всегда можешь со мной поговорить.